Здравствуйте. Среди огромного числа самых разнообразных акций, конкурсов, мероприятий, приуроченных к 75-летию Великой Победы, большая часть, наверное, связана с нашей молодежью, со средним поколением, и они направлены на то, чтобы донести предельно серьезный объем информации, чтобы никто ничего не забыл, чтобы вот эти внешние попытки игр с переменами истории оказались бессмысленными, потому что наш человек хорошо знает, что было и как было. Но особенно именно поэтому я бы отметила то не очень большое количество акций, где востребованы и задействованы сами ветераны, ветераны тыла в том числе, пенсионеры, как участники. Вот одна из таких акций стартовала 1 марта, что особо примечательно, с начала марта, как раз 21 числа, именно в марте отмечается Всемирный день поэзии, это конкурс стихов, конкурс стихов, которые пишут и присылают в качестве соискателей вот непосредственно ветераны, пенсионеры, труженики тыла. И все подробности об этом я сегодня желала бы расспросить у организатора и придумщика, и единственного руководителя и идейного вдохновителя Ольги Панковой. Я вас представлю в контексте нашей программы как директора благодворительного фонда содействия образованию и спорту Иволга. Вот. Если шире, мы коллеги. Вы журналист, журналист газетный, сам себе и корреспондент, и редактор, небольшой, но очень востребованный, ходящий в бумажном варианте из рук в руки, я это видела лично, газеты «Помощь пенсионеру». Так вот, расскажите мне, пожалуйста, что это за конкурс такой? И с учетом того, что уже первого числа он стартовал, много ли народу уже откликнулось? Пишут ли наши пожилые грековчане, нижегородцы стихи? Или жизнь такая, что не до стихов? Здравствуйте. Мы этот конкурс проводим не первый год. Это наш четвертый ежегодный конкурс поэтический. Инициаторами выступил Приокский район. Пенсионеры, которым далеко за 80. Там совет ветеранов такой активный. Да, но это даже не совет ветеранов. Это люди, которые входят в организацию слабовидящих. Вот, ВОЗ слепых. И они сказали, я им устроила кулинарный конкурс два года назад, как фонд. Они, значит, мне написали рецепты, а потом сказали, что готовить умеют не все. И не все будут, и у всех разные вкусы. А вот стихи мы хотим, чтобы люди нас слышали. И с тех пор мы начали проводить эти конкурсы. Вот, значит, в этом году мы решили получить президентский грант. Почему? Потому что появилась задумка не просто организовать конкурс, как обычно. И призом у нас всегда была книга. Мы решили сделать призом... Книга в плане подарок некий или книга, изданная на основе стихов победителя? Раньше была просто книга. То есть просто купленная в магазине. Вы едете в магазин, закупаете определенное количество призового фонда и дарите. Это старикам-то. Сейчас у молодежи книжного шкафа не найдешь это. Ну и непринятые пылесборник, и все мы читаем в сети. А в пожилых семьях вот эти библиотеки над ними еще трясутся, ими еще дорожат. Когда мы вручали книги, вы бы видели и глаза. Мы очень много, когда дарили, мы слышали, что именно эти книги люди искали и не могли найти. Но мы по своим, по фондовским вот таким вот глазечкам находили. Секрет, вы наверняка тоже вот не бездумно покупали призы, а вы знали, что требуется. Конечно, конечно. Так что изменилось с Крантом? Это какая-то иная книга? Да. Теперь мы решили сделать не просто книгу-подарок, а сборник стихов участников. И, конечно, победителей в первую очередь. Потому что мы изучили их положение, тех, кто сейчас пишет нам стихи. У них творчество, у них все хорошо. Но, прямо скажем, материально они не очень обеспечены. И хотя у них много стихов, у них нет возможности материальной. Это просто все донести до людей. Знаете, с одной стороны, говорить, что как бы совсем не обеспечено, тут, наверное, вот именно если этот возраст, если есть ветеранское удостоверение, практически всегда еще есть дети, и потребности-то уже в основном на ЖКХ со скидкой и лекарства. То есть прожить можно, но, конечно, это несовпоставимо с той суммой, которую нужно заплатить за издание даже тонюсенькой брошюрки. А что такое получить в руки хорошую толстую книжку, где вот на 28-й странице, внучок, ты погляди, вот мой стих. И дети, они не помогают материально в плане издания книг. Очень многие дети относятся скептически к тем творчеству своих предков, скажем так. Кстати, странно. Очень многие не пишут стихи, потому что пенсионеры. А когда выходят на пенсию, у них открывается другой взгляд на жизнь. Они хотят оставаться активными, нужными, востребованными. И поэтому, как сказал Косой Юрий Маркович, это способ общения с читателями, участия в конкурсах и донесения своей позиции. А им есть что донести. Кстати, я хотела уточнить. Вот Юрий Маркович, Косой, которого вы назвали, это совершенно немножко особняком стоящая фигура. Он фактически профессиональный автор. Он пишет с 1938 года, у него порядка 30 сборников уже вышло. И вот зная, что участие принимают поэты такого уровня, не побоится ли какая-нибудь, так сказать, дама, которая никогда не издавалась, возрастная, бывшая учительница, встать в этот строй? Вы с собой принесли, я вижу какие-то стихи, я верно понимаю, что это уже рукописные заявки. Это да, это то, что нам приходят, это передают просто в офисе, вот приносят без почты, без всего. Вот видите, они прямо пишут, я покажу. К 75-летию победы на конкурс. А скажите-ка мне, где вы сидите, вот куда это приносят? Это приносят на деловую, дом 19. Это первый адрес. То есть там ваша редакция? В библиотеке. В библиотеке на Горьково, дом 250 можно принести. Можно принести на проспект Гагарина, 112. Можно принести на БАУМ, на 25. Это все библиотеки, с которыми мы работаем. То есть вот мы не берем здесь советы ветеранов и пенсионные фонды, но в библиотеке, да даже если это будет принесено в обычную библиотеку, мне кажется, библиотекарское сердце дрогунет, они всегда найдут, как передать. Поэтому ближайшее к вам. Я хотела попросить, может быть, даже, знаете, зачитать. Да, вот смотрите, Котов – это Нижний Новгород, Зуево – это Воротынский район, Сизово – это Дальний Константиново. Никто не боится конкуренции. Я вас уверяю. Они все пишут. Вот, например, я прям коротенько зачитаю. Вот Котов Геннадий Петрович прислал. Называется «Летопись наших побед». Жестоких в сражении картины в памяти нашей живы. О трудной дороге к Берлину мы забывать не должны. Хоть быстро промчались годы 75 мирных лет, но жить будет долго в народе летопись наших побед. Я не могу не спросить вот чисто по организационным моментам. Старт акции имел место 1 марта. До какого числа вы можете получить эти письма, чтобы они железно вошли в конкурс? Это раз. И нет ли, ну, может быть, не для жителей области, но хотя бы для горожан каких-то промежуточных встреч, где пока еще во внеконкурской, в несоревновательной манере они могли бы почитать свое? Ведь вот этим людям очень важно общение. Да. Это в первую очередь ради общения задумано. В первую очередь. Значит, принимаем мы письма до 30 сентября. Октябрь у нас уйдет на подведение итогов и на награждение на выпуск сборника. То есть чисто технически после 30 сентября мы не сможем внести в сборник изменения. Он будет уже печататься. То есть октябрь вы отчитываете и выбираете? Да. А награждение победителей? В конце октября планируем 22-го. Сейчас предварительная дата. А вы успеете издать книжку? Сколько запланирован тираж? 2000 экземпляров. Вот так. Это каждому участнику. И еще немаловажный момент. Скажите мне, пожалуйста, имеют возможность принять официальное участие в конкурсе непосредственно ветераны? Да, конечно. То есть, так сказать, просто пенсионер, допустим, возрастной, то есть должно быть ветеранское удостоверение. Вы имеете в виду, что пенсионеры старше 60 лет, кто пишет стихи, имеют право... Я просто, знаете, к чему? Я уж воспользуюсь служебным положением. Вот у вас газетки-то две, а дайте-ка я у вас одну утащу. Они все разные. Я знаю, что они не продаются в киосках, я знаю, что их выписывают по подписке, либо берут в пенсионном фонде, а потом они 10 человек обходят. У меня есть две очаровательных соседки, которые абсолютно укладываются в вашу возрастную категорию. Возьмите тогда еще седьмой номер. Нет. Это два разных номера. Седьмой и восьмой. Вот. Я думаю, что каждый из этих газет пройдет 10 рук. Ну что, мне остается только пожелать удачи. Я буду рада какой-то промежуточной встрече. И, конечно, очень хочется повидаться по факту и подержать в руках вот то, что будет издано, убедиться, что это действительно достойные подарки. И я думаю, что они будут очень толстенькими. А я хочу вас пригласить, пользуясь случаем, на подведение итогов, чтобы вы все своими глазами все увидели. Будем живо до начала ноября. Спасибо. До свидания. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова